Литургия Литургия – постоянно повторяющееся торжество любви Божией к роду человеческому. Проскомидия Литургия – это главное богослужение суточного богослужебного круга. Слово «литургия» греческое и означает «общее молитвенное дело». За Божественной Литургией совершается Таинство Евхаристии – Благодарение. Это великое Таинство любви Бога к человеку было установлено Самим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Участвуя в Евхаристии, вкушая под видом хлеба и вина, тело и кровь Христову, мы таинственно соединяемся с Ним и со всей Церковью. Чин Литургии состоит из трех частей – Проскомидии, Литургии оглашенных и Литургии верных. Слово «Проскомидия» в переводе с греческого языка означает «принесение», так как в Древней Церкви христиане приносили с собой в храм хлеб и вино для совершения Таинства Евхаристии. Перед началом Проскомидии священнослужители у царских врат читают входные молитвы, прося Господа укрепить их во время службы. Совершается Проскомидия священникам в алтаре храма на специальном столе жертвенники до начала чтения или во время чтения особых молитв, называемых часами. Жертвенник изображает ясли и пещеру, где родился Христос. В воспоминания насыщения Господом Иисусом Христом пяти тысяч человек питью хлебами для Проскомидии священник берет пять просфор. Они выпечены из квасного теста и состоят из двух частей – верхней и нижней. Эта двусоставность просфор является знаком соединения в Иисусе Христе двух природ – божественной и человеческой. На верхней части Просфоры изображается крест с буквами ИСХСНИКА. В переводе с греческого языка это означает «Иисус Христос побеждай». Такая просфора называется «агничной», поскольку из нее вырезается агнец – священный хлеб для приложения в тело Христовы. Он изображает Господа Иисуса Христа, агнца Божия, взявшего на себя грехи мира ради спасения человеческого рода. Для совершения Проскомидии также берется красное виноградное вино, соединенное с водой. Таким образом, Церковь воспоминает крестные страдания Спасителя и то, что из прободенного копьем ребра Господа Иисуса Христа истекли кровь и вода. Читая молитвы, священник благоговейно целует священные богослужебные сосуды – дискос, чашу для причастия, звездицу, копье и лжицу. Копье – это острый нож, которым вырезается агнец. Дискос – круглое освященное блюдо. Оно означает Вселенную. На дискос возлагается агнец. Лжица – ложечка для причащения мирян. Она изображает клещи, которыми Серафим взял раскаленный уголь и коснулся уст пророка Исаии, что означало его очищение. А также трость с губкой, которую, напитав уксусом, воины подносили к устам Спасителя, висевшего на кресте. Звездица означает Вифлеемскую звезду, бывшую при Рождестве Христа, а также погребальную плащаницу. Она возлагается на дискос. В Проскомидии рождение Христа таинственно соединяется с его распятием на Голгофе. После приготовления агнца из агничной просфоры священник берет вторую просфору. Он вынимает из нее частицу в честь и память Богоматери и возлагает ее на дискосе справа от агнца. Предстает Царица Одесную, Сына Своего и Бога. Третья просфора называется Девятичинной. Из нее вынимаются частицы в честь девяти ликов святых в память Иоанна Предтечи и всех пророков и праведников, предвозвестивших в очеловечении Христа. В честь апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых, чью память празднует Церковь в день совершения литургии. И последняя частица вынимается в память автора чинопоследования совершаемой литургии. Либо святителя Иоанна Златоустого, либо святителя Василия Великого. Так Церковь Торжествующая, Церковь Прославленная участвует в литургическом единстве. Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых членов Церкви, за святейшего патриарха, за правящего архиерея, за весь священнический и монашеский чин, за труждающихся в храмах, за страну и ее христолюбивый народ. И, наконец, из пятой просфоры вынимают частицы, започивших во Христе, в надежде воскресения и жизни вечной, ибо Господь не есть Бог мертвых, но Бог живых. Священник вынимает частицы также из-за тех, кого мы хотим помянуть и чьи святые имена мы указали в записках, поданных на литургию. Священник испрашивает у Бога благословение на совершаемое священнодействие. Исповедав в молитве Христа небесным хлебом, данным в пищу всему миру, он ходатайствует перед Богом за всех, кто предстоит на божественной литургии. Проскомидия, приготовление к Таинству Евхаристии заканчивается, отверзается завеса царских врат и совершается кождение алтаря и всего храма. Начинается литургия оглашенных. Весьма спасительно питать свою душу нетленным и святым хлебом. Субтитры создавал DimaTorzok